А теперь обо всем по порядку. В Благовещенском сельском округе Жамбылского района прошла отчетная встреча Акима с населением. Ящик с вопросами был пустой, да и желающих напрямую обратиться к представителям местной власти оказалось немного. Качество дорог, водоснабжения, тарифы на коммунальные услуги. Что волнует жителей Благовещенского сельского округа, узнала наша съемочная группа. Четыре года Жамбылский район возглавлял Иван Турков. Сейчас он в Таиншинском. На старом месте нового Акима еще не назначили. С декабря его обязанности исполняет Мурат Нуркенов. Он и отчитывается перед местным населением. Бюджет исполнен на 100%, объем инвестиций за год вырос на 5,3%. А еще жамбылцы стали вторыми в области по сбору урожая. Поговорили на встрече и о планах. В 2019 году начата процедура изготовления проекта следовательной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и 27 квартирного жилого дома в селе Пресновка. Состояние дорог и водоснабжения. Эти вопросы больше всего волнуют сельчан. В районе центра жилого водоснабжения обеспечены 35 населенных пунктов из 48. Согласно поручению главы государства проведена работа по снижению тарифа на воду и тепло на 14,08% соответственно. Жители этого 18-квартирного дома в Благовещенке такие меры обошли стороной. Двухэтажка находится на балансе центра психического здоровья. Он расположен по соседству. Вот уже третью зиму за тепло и свет. Жильцы платят почти вдвое больше. Говорят, услугодатель игнорирует их обращение. Поэтому решили поднять вопрос на встрече с местной властью. По электричеству мы платим как юридические лица от 16 до 17 тенге за киловатт. И по отоплению 267,8. В общей сложности получается за трехконтную квартиру я плачу 16 тысяч. Мы здесь написали заявление. Просим по электроэнергии передать от центра психического здоровья к нам сюда. СЛПУ у нас находится на областном бюджете, так? За отоплением, соответственно, договариваются так. Давайте мы возьмем этот вопрос на контроль, перенаправим в управление здравоохранения именно вопросы по разделению учета на население и по ценам за поставляемую тепловую энергию. Всего в Благовещенском сельском округе проживают почти 3,5 тысячи человек. На прошлогодние отчетные встречи от них поступило три вопроса. На два дали разъяснения, а один – это проведение уличного освещения по улице Юбилейной – решили. В этот раз сельчане были не очень активны. Письменных обращений, по словам местного Акима, не было. Да и в его адрес в зале прозвучал лишь один вопрос. У нас постоянно замерзают колонки. Когда этот вопрос решится? Сколько уже можно? Значит, как деньги собирать? Ежемесячно ходят. А как воды? Мы постоянно по деревне бегаем и ищем, где набрать воды. Когда этот вопрос уже решится? Вы каждый год обещаете, каждый год одно и то же. По Благовещенскому, почему замерзают колонки? Потому что не соблюдается уровень воды и давление соответствующей воды. В 2018 году очищен резервуар, накопитель воды. Там более тысячи кубов. Подведены, выкопаны, подведены водопроводки. Тубы заложены туда, в башню. Приобретены насосы. Колонки здесь замерзают в сильные морозы. Сейчас они работают. Но вот жительница Благовещенки, Любовь Самсонова, переживает. Только середина зимы и холода еще будут. С этим вопросом пенсионерка ездила в райцентр, но ответа от руководства водоснабжающей компании так и не получила. Конечно, далеко для нас, для нас, пенсионеров. Когда мы здесь рядом не можем принести ведро воды, я после операции на сердце, муж у меня инвалид. Вода у нас не питьевая, это на 100%. Вода у нас техническая. Потому что флягу наберешь воды, такой осадок. И проверить бы его, что мы пьем, и почему вот такое вот все. Оказывается, водонапорная башня в Благовещенке не соответствует техническим стандартам. Приводить в порядок насосную станцию начали в 2018 году. Но немного не успели, говорит Мурат Нуркенов. С наступлением весны работы продолжат. Действительно ли решится проблема, узнаем на следующей отчетной встрече через год. Жан Солота Стемирова, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК.